Ангарчан принимают сразу четыре специалиста в двух кабинетах. И без того небольшая очередь в коридоре быстро тает. Такой прием в Ангарске проходит впервые. В конце прошлого года специалисты областной службы жилнодзора уже побывали в Уссули-Сибирском, поэтому наверняка знали, на какие проблемы в сфере ЖКХ будут жаловаться и в нашем городе. Капитальный ремонт – это тема новая, она впервые у нас идет, то есть мы ее на сегодняшний день контролируем. Поэтому в основном это вопросы, конечно, начисления расчетов по зажилищно-коммунальной услуге, обоснованность установления тарифов по содержанию жилья, общедомовые услуги. Первыми в очереди оказались жительницы 20-го квартала. Они рассказали, что дома у них маленькие, на 12 квартир. Однако счета из-за энергосбыта на оплату электроэнергии приходят огромные. Например, одна из соседок по счетчику должна оплачивать за 330 киловатт, а по ОДН у нее получается 557, почти вдвое больше. И такая разница практически у всех жильцов. С 23-го числа по 26-го каждый должен передавать показания своего счетчика. Индивидуального прибора, да. Если кто-то не передал, если кто-то не передал, то мы уже пришли в Иркутский орган, на Иркутскую улицу, и нам объяснили, что если я передала свой счетчик показания, а она не передала, то ее показания с квартиры распределились по всем нашим жильцам. Все квитанции счета поступили к специалистам службы жилнодзора. Олег Атаманов пообещал, что по данному обращению уже в ближайшее время будет проведена проверка. Если, конечно, имеет место быть факт просрочки задолженности более трех месяцев, управляющая компания, они могут перейти на прямые платежи, но опять же это вопрос. Но они вам не имеют права выставлять больше норматива, который утвержден приказом министерства. Другая жительница старой части города рассказала, что жильцы уже долгое время не могут найти общего языка с управляющей компанией. Собственники на общем собрании приняли тариф на ремонт и обслуживание жилья. Однако МУПЖ-2 на таких условиях договор с жителями заключать отказывается. Олег Атаманов пояснил, что ангарчане в данном случае имеют право обратиться в суд. Без договора ни вы, ни мы не сможем установить истину. Если у вас без договора не будет, не будет перечня работ, которую должна выполнять управляющая организация, ни вы с нее спросить не сможете, ни мы не сможем провести проверку. Визит в Ангарске прошел достаточно быстро, ведь посетителей было немного. Возможно, причина в том, что далеко не все жители знали об этом мероприятии. К тому же не все могут днем отпроситься с работы. Впрочем, вопросы можно задать на официальном сайте. Там же есть телефоны всех сотрудников службы. Елена Милют, Владимир Сильванов, Местное время.